приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке и сегодня в этом видео поговорим о народных приметах поговорим о том что можно делать в этот день и что ни в коем случае нельзя делать друзья далее все более подробно в этом видео итак 26 августа православные верующие вспоминают епископа тихона задонского или как его привыкли называть в народе тихон страстной конечно же еще и называют этот день тихонов день или спасовские деды максим исповедник и также этот день назван в честь тихона задонского и иконы божьей матери страстной также обращаем ваше внимание что по старому календарю отмечался 13 августа но церковь начала отмечать именно 26 августа рожден епископ в достаточно простой и бедной на то время семье с потеряя отца он стал рано помогать матери за чтобы иметь возможность прокормить брата маму и себя став старше брат с мамой определили святого тихона духовную школу где провел 14 лет и получил новую фамилию соколов после чего преподавал а в 34 года принял монашеский постриг немало ставил он своих трудов уйдя на покой задонском монастыре на руси свидетель тихон считался заступником и защитником людей от уныние обеснования и депрессия ему было принято молиться об умиротворении души люди в чьих сердцах жило уныние которая сама по себе являлась грехом в этот день ходили в церковь и заказывали обязательно молебен название праздника страстная относятся также и к иконе божьей матери святой тихон по мнению предков считался одним из хранителей спокойствия и спасителем от плохого настроения депрессии и прочих внутренних проблем люди 26 августа старались вести на весь везде навести порядок в доме начинали обязательно со своего дома заканчивали стойлом или погребом люди мыли все проветривали помещение и даже белили стены с потолками сегодняшний день клуб был достаточно теплым что и давало возможность привести все и везде в к порядку некоторые регионы отвозила относили эту традицию к святому чью память вспоминали а другие наоборот считали что нужно обязательно вести порядок пополнению нового и свежего урожая вымывали плесень из углов погреба чтобы еда и овощи легко могли храниться в приятных условиях после уборки помещения к вечеру женщины брали иконы божией матери и от начала до конца обходили свои жилые и нежилые помещения при этом естественно молились просили у святых здоровья и прекрасного урожая те кто был побогаче имели умели традицию звать батюшку который целенаправленно ехал чтобы осветить помещение и благословить семью на предстоящий год туман который держится с утра и до поздней ночи сулил о хорошей погоде а также предвещал приятный урожай грибов в этом году но это не всегда радовало людей исходя из наблюдений при большом количестве грибов был очень мелкий урожай хлеба ветер сегодня мог предсказать только смену погоды ближайшие дни обещали быть ветреными и прохладными а если ветер дул еле-еле то и погода будет ближайшие дни соответствующей паук не прикол не прекращал плести паутину только тогда когда чувствовал что теплая погода сохранится еще минимум неделю а если в августе в целом много паутины то и лето продолжится дольше а осень порадует максимум солнца и минимум дождей гуси спокойно гуляют и не улетают на юг а это говорит о том что осень будет еще радовать теплыми днями обязательно сменится погода когда сова будет всю сегодняшнюю ночь кричать и издавать свойственные только ей звуки если погода была сегодня благоприятной то народ старался высадить луковицы лилий которую выкопали пару месяцев назад потихоньку созревала розовая вишня и люди бегали с ведрами и собирали ее наряду с ягодами в лесу к непогоде мухи отказывались летать а если и летали то делали это безумно вяло колдуны сегодня читали заклинания которые помогали уберечься людям от сглаза или порчи во дворах ставили определенные предметы благодаря которым духи и другие мифические существа просто боялись подходить близко к дому не забывали заговаривать и зимние хранилища от сглаза и дурного слова если сбор урожая уже был начат и есть первые плоды то их конечно же спускали в погреба и сарае прятали от солнца и глаз чтобы он как можно дольше сохранился вместе с собранным урожаем спускали в чистые помещения и банки закрутки с овощами компоты и варенье свободное от работы время люди старались попасть в храм или в церковь попросить прощения у бога и помолиться за спасение себя от бедствий болезней наводнений и пожаров говорили что икона божьей матери обладала невероятными свойствами и помогала даже самым ленивым и скупым на церковь людям она выслушивала и меру того что нужно было человеку выполняла либо оберегала его до того момента пока ему не понадобится помощь отсюда и пошла народная примета молиться в сложных ситуациях так как бог всегда помогала людям найти выход даже в самой тяжелой ситуации держаться крепко на ногах что же касается огорода то разрешилось только колдовать и заговаривать его в остальных же случаях связанных с работой поливом сбором или взрыхлением земли этого категорически нельзя было делать по рассказам наших предков это было чревато испорченным урожаем который уже держался в погребе не так долго как обычно за лень сегодня стоило забыть так как из-за чувства уныния унылась вообще грешное дело не стоило грустить или игры грешить на что-либо а наоборот стоило радоваться каждому дню и тому что за сегодня вы полезного сделали рекомендуем вам подытожить ваши последние месяцы сделать анализ и проверить что хорошего и полезного вы сделали как для себя так и для окружающих вам людей уверены что этот эксперимент будут очень интересные в итоге вам захочется делать всего намного больше чтобы чувствовать себя полезным расти и достигать своих целей и вершин быстрее новые дела стоило отложить сегодня их реализация будет явно хромать поэтому возьмитесь за более простые или незаконченные ранее вопросы и реализуйте их 26 августа именины отмечали ян яков тихон серафим оксана ксения и евдокия как правило в этот день все работали и особых а запретов и ограничений не были крестьяне работали в поле убирали в хлевах читали специальные слова от нечистой силы в этот день обязательно возносили молитву о здравии всех членов семьи в которой просили здоровья для своих детей и счастья для взрослых дочерей в народе отмечали день страстного тихона который назвали так потому что в этот день совершают празднование страстной иконы бога матери 26 августа было принято молиться перед иконой божьей матери с просьбой оградить от пожаров стихийных бедствий и болезней считалось что она может излечить страдающих душевными болезнями и помочь найти выход из сложной ситуации также она уберегала от порчи и сглаза поэтому наши предки с этой иконой обходили первоначально избу а затем помещения со скотиной и конечно же чтобы хворь в холодное время года обходила малышей стороной также проводили определенные обряды заговаривали травы мы умывали святой водой приготавливали пироги с картофельной и капустной начинками 26 августа на руси старались проводить обязательно в чистоте генеральной уборкой и очистка от двора от мусора это ключевые традиции в день тихона наши предки в этот день приводили в порядок погреба перед тем как будет положен урожай смотрели не появилась ли там плесень и наводили чистоту в том числе обходили дом со священным образом богоматери в руках люди просили чтобы не было простихийных бедствий пожар и болезней а также избавить от сглаза и порчи также со священным лейком божьей матери наши предки ходили по дому и просили деву марию о покровительстве над детьми день святого тихона наши предки старались трудиться очень продуктивно и качественно посвящая весь день именно домашним хлопотом и делам запрещено было ходить на рыбалку еще в этот день нельзя было кричать ругаться конфликтовать и ссориться а также повышать голос на взрослых и детей в этот день не рекомендуется оставлять дом и огород и в неубранном виде 26 августа необходимо вычистить все основательно выкинуть ветошь и по возможности структурировать мысли тогда ближайшее время вам удастся поймать удачу за хвост не стоило 26 августа отправляться в лес в одиночку наши предки говорили что нужно взять с собой кого угодно детей пожилых родственников и даже животных тогда нечистая сила обойдет вас стороной считали в народе не следовало в этот день собирать грибы наши прапрадеды верили что если появится что-нибудь в лукошке то непременно принесет беду в дом возможно решила о ядовитых грибах целом это день лучше оставить свои хобби в том числе рыбалку и хендмейт если полностью посвятить 26 августа домашним делам то можно рассчитывать на снисхождение фортуны также обращаем ваше внимание считалось в народе что в этот день нельзя было работать на земле и такой труд не пойдет на пользу растениям к тому же то тот кто ослушивается запрета ждут большие проблемы со здоровьем также запрещено в день тихона пожилым людям вспоминать нанесенные им обидки обиды иначе они до последнего дня жизни будут мучить душу нельзя было 26 августа пересаживать фиалки в новой земле цветы будут негативно влиять на настроение а также на взаимоотношения в семье между супругами могут возникнуть ссоры недопонимания и недоразумения также нельзя в день тихо наделиться блюдом из яйца с двумя желтки желтками даже с близкими людьми тот кто это сделает потеряет свое счастье благоприятные перемены в жизни отличные семейные отношения любовь и удачи в семейных делах не стоит 26 августа дарить и принимать в подарок белое полотенце тот кто им утрется может серьезно заболеть день тихо на страстного вышитые рушники тоже нельзя было принимать в качестве презента от незнакомого или человека которому нет доверия по народной примете такой подарок принесет проблемы в любовных делах по народной примете 26 августа нельзя было спать на двух подушках одинокому человеку так как тогда у него возникнуть неприятности в любовных делах и в тех кто привык спать на двух подушках лучше подложить себе под голову свернутое одеяло вот такой друзья день у нас с вами 26 августа